Ну что, давайте дальше изучать вина из чижика. Пока что плохих мне не попадалось. Два юарских вина из чижика у нас были на стриме, а на испанскую украинцу мы даже сняли ролик. А тут вино за 550 рублей. До этого мы покупали вина только по 400, и ни одно не разочаровало. За 550, наверное, вообще будет огонь. Давайте читать, что это у нас такое. Тера Аргента Аргентина. Мальбек. Так, вино сортовое, красное, сухое. Как обычно у чижика вино их торговой марки Винмейкер Селекшн. Написано продуктов Аргентина, но если внимательно почитать контр-этикетку, а точнее нашлепку на ней, то мы узнаем, что это всего лишь аргентинский балк, который привезли во Францию и разлили там. Вот такая вот беда за 550 рублей нас ждет. Кстати, что? Почему беда сразу? Ну, не знаю. Все сложно. Смотри, как этикетку вырезали, круто. Что тут изображено? Что это такое? Я вспоминаю, как в детстве играли в виселицу. Причем вот, видишь, она тут везде. Что это за штука такая? Буква Т. Точно? Ну, тера же. А, это буква Т такая. Ну, она даже вот в форме чего-то. Ну, вообще, да, это указатель какой-то или что-то такое. Ну, может быть, в Аргентине есть какая-нибудь достопримечательность, которая так выглядит, но мы ее не знаем. А вот они и прилетели, кстати. Ты скучал? Да. Оно настолько французское, что тут даже есть вот эта нашлепочка. Французская. Открываем. И сразу прямо от пробки какими-то вишневыми варениками. Ух, прям как-то сильно вишнево. Даже от пробочки пахнет. Что ж там с вином? А это у нас 22-й год. И цвет... Какой-то он мурый такой, шелковичный, я бы сказал. Он как бы фиолетовый, но не ярко-фиолетовый, а куда-то в коричневую сторону. Хм. Занятно. Прозрачность довольно низкая. Что-либо прочитать можно только на самом краю. Ладно. Аромат. Вишневая атака продолжается. Но тут к ней добавляются... Добавляются к ней... Что это? Это минеральность, что ли? Этот аромат мне напоминает глину. Я по образованию художник-керамист. И, соответственно, пять лет провел меся глину. Потом еще какое-то время работал. И вот когда ты берешь шмат глины, начинаешь его месить. Вот этот аромат. Так, вишневые вареники, глина. Вернее, вареники с вишней. Вишневые вареники. Это вареники из вишни, да? Это вареники крашеные в вишневый цвет. И, по-моему, есть что-то кроваво-железное. Есть? Ну, так на отдалении. Ну, это ж я еще не колыхал. Давайте, давайте. Появилась терпкость. Пошел кожаный ремешок. Кстати, стало лучше. Железка ушла. То есть, там был какой-то намек на железку. Я испугался. Сейчас мы получим неприятный тон. Но нет. Он бац и улетучился. В принципе, аромат приятный. Ярко-вишневый. Несложный. С кожей и вот какой-то такой то ли минеральностью, то ли животными нотками. Да, глина, она же именно так и пахнет. Может, чуть подзадохновывалась. И вот какие-то такие ароматы могут быть там. Давайте пробовать. В принципе, пахнет приятно. Насчет цены. Вот пахнет ли оно на 550 рублей? По аромату как? 550 рублей чувствуется? Мне кажется, чуть-чуть дешевле, чем на 550 рублей. Вот чуть-чуть дешевле, чем на 550 рублей. Я вот тоже согласен. Поэтому и задал такой вопрос. Давай пробовать. А опять неплохо. Да, неплохо. А опять неплохо. Серьезная терпкость. Такая вот. Такая вот. На! Тебе терпкости. Опять куча этой вишни. Есть минеральность и во вкусе какая-то. Как мелок. Да-да, мелок. И благодаря сильным танинам во рту все сворачивается. И такое ощущение, что этот мелок просто ощущаешь у тебя во рту. Есть такое. Вишневый мелок. Ну, прям такое. Терпкое. Терпкое, вишневое. Ну, не очень сложное, я бы сказала. Да, все-таки 550 рублей это дороговато. Мне вспоминается лавандовое Каберне Савиньон из красного и белого. От Кубань вино. Ну, да. Вот это вино что-то вроде него. Ну, в целом, да? Вот где-то его уровень. Да. Есть такое ощущение? Похоже. Но то наше это привезли из вражеской страны. Если вот та крянца, которая была в прошлый раз, когда мы снимали тут на балконе. Хотел сказать в прошлом ролике, но думаю, этот ролик будет не следующим. Если та крянца была действительно чем-то необычным для российского виноделия, то есть вино, выдержанное в бочке, за 400 рублей в России, это необычно. Такое можно встретить только по очень хорошим скидкам. Там в комментах писали про ликурию, что ее, мол, можно найти за 400 рублей. Но это винодельня, которая уже канула, и это вино, это просто удача. Ну, нашли за 400 рублей. Хорошо. А та крянца в чижике продается на постоянной основе. То есть можно пойти и купить. Вот сейчас я могу пойти и купить. А ту ликурию попробуй найди. Так вот, вот такое вино наши виноделы вполне себе умеют делать. И 550 рублей, ну, как бы... Оно, конечно, может стоить 550 рублей, но оно может стоить, могло бы стоить и дешевле. И на этом моменте, да, как-то думаешь, что, наверное, больше ты его уже и не купишь. Потому что вино довольно простое, оно просто яркое, вишневое, танинное. А таких вин у нас можно найти и подешевле. Ну, разве что вы не фанат Мальбека непосредственно. Не, вкусное вишневое. Оно абсолютно в балансе. Несмотря на яркие танины, они вот сейчас подуспокоились. Кислотность тут сразу была в норме. Сладинка сейчас подвылезла. И оно прям вообще в балансе. Такое вот вишневое, терпкое, приятное вино. Но совсем несложное. И 550 рублей. 550 рублей. Немножко жопить я начинаю 550 рублей на это вино. Такое ощущение, что на 550 рублей можно поинтереснее найти. Вот я ж о том же и подвожу. Я недостаточно прямо, что ли, выражаюсь? Выражаешься, что можно такое вино купить и дешевле. А правильно сказать, что за эти деньги можно купить получше. Точно. Какая-то все-таки умная.